МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительные исторические факты и таинственные легенды. Люди, оказавшие влияние на ход истории страны и природные заповедные места. Всем этим богата Рязань и Рязанская область. И каждый месяц в проекте, о чем молчит время, вместе с вами мы совершаем путешествие по родной земле. Вот и сегодня мы вновь приглашаем вас вступить на территорию тайн и загадок, где до сих пор бродят призраки прошлого. Как и обещали, мы вновь приехали в село Ижевское. Давным-давно, в 19 веке, здесь происходили удивительные события. О них мы начали рассказывать в прошлой программе и продолжим сегодня. Первая поездка в село Ижевское действительно нас поразила. Казалось бы, слишком много невероятных фактов и событий связано с одним местом. История о самовыкупе крестьян и их баснословных богатствах, легенды о подземных ходах и реальные случаи нахождения кладов. Однако всю информацию, которую нам любезно предоставил местный краевед Андрей Меркунов, полностью подтверждают историки. Ижевское действительно уникальное село. Оно, в отличие от других рязанских сел, очень рано упоминается, а именно в 1378 году, во времена правления Олега Рязанского. В письменных источниках указывается, что в этих местах и живляне живут, и бобра бьют на себя и на владыку. Также поражает и численность населения этого села. Так, например, в 17 веке оно было сопоставимо с численностью столицы Рязанского княжества, Переиславля Рязанского. Богатая и владельческая история Ижевского. В ней встречаются такие знатные фамилии, как Годуновы, Адоевские, Трубецкие и в более поздние времена Демидовы. Тоже, в общем-то, я считаю, уникальный для рязанской истории факт, когда крупнейшие железозаводчики, мы знаем Баташовы, безусловно, но это как бы наши такие, так сказать, здесь жили. А это, в общем-то, первые величины в отечественной металлургии имели здесь земли, то есть владели Ижевском потомки Никиты Демидова, и оставили о себе в том числе и такой очень зримый и интересный след. То есть село было необычным с точки зрения планировки его, я смотрю сейчас в литературе деревянным Петербургом называют, в общем-то, так сопоставляя регулярный Петербург и порядок, планировку этого села. Собственно говоря, именно поэтому мы решили еще раз приехать в Ижевское. Ведь в предыдущем выпуске нам не хватило времени рассказать не только о необычной для села планировке, но и о символах, которыми украшены дома и жевлян. На них еще в прошлый приезд обратил наше внимание Андрей. Именно он заинтересовался этими символами и отметил, что их можно подразделить на пять групп. Здесь, на фоне вот этого дома, мы можем видеть символ, один из этих символов, который довольно часто повторяется. Я его называю символ лилия, потому что геральдически очень напоминает геральдическую лилию. Стал спрашивать людей, как вы думаете, что вы думаете? Мне начали говорить, что, ну знаешь, это вот просто строили, это красиво, вот было там несколько групп, там, к примеру, выдвигалась такая теория, что было несколько групп строителей, которые каждый там делали что-то свое. Говорю, ребят, ну так не бывает, потому что вот это стоит денег. Это стоит довольно такой узор сделать. И собственник, он этим всегда хотел что-то донести. Плюс ко всему, будь я, вот скажем, собственником этого дома, и когда строил, я бы, честное слово, ну я бы удавился, чтобы у меня был узор точно такой же, как у дома напротив. Размышляя на эту тему, Андрей пришел к следующим выводам. На тот момент, когда Демидов купил село, село делилось на пять частей, пять отдельных усадеб, живших своим укладом, живших своими коллективами. И когда село было объединено, и люди начали селиться после перестройки в разных частях, они имели некий символизм, и эти символы, скажем, некое клеймо, может, каких-нибудь артелей, может быть, это какой-то семейный, какой-то родовой символ, они стали этот символ применять в украшении при строительстве домов. Если вы помните, в предыдущей программе мы рассказывали, что большая часть застройки Ижевского – это здания XIX века. Доходы крестьян, проживающих здесь, позволяли строить дома не из дерева, а из камня. Но можно предположить, что декоративные элементы были взяты из деревянного зодчества. Именно поэтому мы решили обратиться к Владимиру Туарменскому. Деревянным домам Рязани он посвятил целое исследование, в котором автор в том числе старается систематизировать различные символы, использовавшиеся для украшения окон. Здесь вы видите навершие окна, там написано «диадема». Такие вот навершия часто встречаются, символизируют солнце. То есть, видите, солнце восходит, да, утреннее солнце, солнце полуденное, да, солнце заходит за горизонт, вот, и вот здесь такое же солнце. А это солнце то, которое мы не видим. То есть, окно символизирует некое представление о мире. То есть, это мир небесный, да, это мир земной, мир живых людей, а это, собственно, земля. И, наверное, какой мир? Отземный. По словам Владимира, все декоративные элементы, которыми украшались резные окна, можно подразделить на несколько групп. Солярные символы, обереги, растительные и лесные орнаменты. Мы решили показать специалисту фотографии символов, изображенных на домах в Ижевском. Вот это вот похоже на буквы «С». То есть, когда на наличнике встречаются такие вот завитушки, С-образные, говорят, что это стилизация под лебедей. То есть, сначала были фигурки лебедей, потом их, в конце концов, упростили вот такой вот С-образной формы. На этом конце? Ну, здесь что-то напоминает росток. То есть, такой вот земледельческий. Растительный. Да, растительный орнамент. Здесь то же самое. То есть, как правило, такие вот растительные завитушки с ростками, которые направлены вверх или вниз, они очень часто встречаются на наличниках. Владимир Викторович, а можно сделать такое предположение, что если подобные орнаменты с определенной периодичностью повторяются и составляют определенное количество групп, да, что это, ну, люди могли каким-то образом обозначать свою группу или принадлежность к какой-то группе. Могло такое быть в XIX веке среди крестьян? Могло быть. То есть, а могла быть просто попытка сделать что-то красивое, как у соседа. Если мы вот Рязань посмотрим, здесь таких групп зданий не наблюдается. Потому что Рязанская губерния была большая, мастеров приглашали из самых разных уголков, и каждый мастер из своего района приносил из своей волости свой узор, который был характерен. Теорий может быть великое множество, но вряд ли мы когда-нибудь доподлинно узнаем, что же означали эти узоры. Хотя, все возможно. Интересна не только лепнина на домах, но и история самих построек. Так, например, вот этот дом до революции принадлежал крестьянину Кожевникову. На подворье, которое располагалось позади дома, была устроена настоящая конная станция. А сам крестьянин занимался, можно сказать, элитным извозом и живлян на конных тройках. Как утверждает наш экскурсовод, иметь в те времена конную тройку с бубенцами, это все равно, что сегодня быть обладателем автомобиля премиум-класса. А таких троек у крестьянина Кожевникова было 11. Занимался извозом из Ижевского в Рязань и из Ижевского в Касимов, такой, скажем, скоростной извоз именно тройками. Этим и зарабатывал. Если верить письменным источникам, первые русские тройки начали появляться во второй половине 17 века. Однако все их удобство оценили только к началу 18-го. Среди главных достоинств можно отметить большую грузоподъемность, хорошую проходимость и высокую скорость – порядка 45-50 км в час. Кстати, за границей не было аналогов русской тройки. Именно поэтому ее образ всегда ассоциировался с Россией и вдохновлял на творчество многих художников и писателей. Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать убойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета. Да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. Пожалуй, любой школьник узнает в этом отрывке поэму Николая Гоголя «Мертвые души». К этому же образу в своих произведениях прибегал Николай Некрасов, Афанасий Фетт и Александр Пушкин. Но практически никто из литераторов не ставил своей целью описать в произведениях владельца нескольких тройк. Разве что Владимир Гелировский мельком упоминает о подобном в своем очерке «Москва и москвичи». Вдоль Садовой со стороны Сухаревки бешено мчатся одна за другой две одинаковые рыжие тройки в одинаковых новеньких коротеньких тележках. На той и на другой разудалы им щеки, в шляпеньках с павлиными перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира. Слева жандарм серой шинели, а справа молодой человек в штатском. Промелькнули бешеные тройки и улица приняла обычный вид. Кто это, спрашивают. Жандармы из Питера в Сибирь везут. Должно важнеющих каких. Новиков сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка, курьерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою. Нагляделся. Из диалога автора и извозчика становится понятно, что у сына некоего Новикова конных троек было несколько. Но, к сожалению, точное их количество не указывается. Однако не будем забывать, что Гелировский описывает столицу конца 19-го, начала 20-го века. Но мог ли крестьянин, пусть даже из-за житочной, в российской глубинке содержать сразу 11 троек? Звучит, конечно, фантастично. Хотя, знакомясь с историей села, я могу с определенной долей условности допустить вероятность существования такого факта. Ведь через Ижевское проходил почтовый тракт на Нижний Новгород. Может быть, когда-то там был ям, ямская контора, и там содержались эти лошади, и там ведь перепрягают их. То есть могло быть несколько троек. А знаете, как это часто бывает, значит, устные истории трансформируются при передаче из одного поколения в другую. И в итоге, значит, на выходе мы вместо почтовых троек можем получить вот такие 11 троек в частных руках. Еще одним ярким проявлением экономической состоятельности жителей села Ижевское стало появление здесь в 1869 году общественного банка. Для губернских городов второй половины 19 века это было явление обыденное, но вот для села... Ну, во всяком случае, на примере Рязанской губернии, а мы серьезно занимались историей банковского дела, случай с Ижевским – это уникальный случай. То есть это был сельский общественный банк, который учредили сами селяне на свои деньги. И, значит, мало того, что это было для них большим подспорьем в их делах, скажем так, материальных, они еще и благотворительствовали, то есть помогали и, значит, там через этот банк бедным жителям села и помогали тем, значит, учреждениям, благотворителям, которые были в селе. И банк этот просуществовал очень долго. Известно, что далеко не все общественные банки в Рязанской губернии сумели проработать на протяжении какого-то продолжительного времени, и очень многие позакрывались, когда после громкого скандала с Скопинским банком ужесточили законодательство. Многие рязанские банки не пережили этого. А Ижевский пережил и до 17-го года прекрасно существовал. Кроме того, жителями села, которые, кстати, в большинстве своем не умели ни читать, ни писать, была придумана довольно интересная система займов. Согласно этой системе, кредитор с заемщиком приходили вот сюда, к зданию волосного управления. Здесь писарь делал запись о том, кто, сколько и у кого берет в долг. И при этой записи рубилась монета, точнее, надрубливалась и разламывалась. Одну часть монеты оставляли у писаря, вторая часть доставалась кредитору. Если заемщик, должник, возвращал кредитору деньги, кредитор отдавал ему вот эту монету. Значит, заемщик, должник, приходил в сельсовет, в здание правления, говорил, что я долг вернул, сравнил, писарь сравнивал две части монеты, говорит, да, это от долга, и вычеркивал, соответственно, аннулировал долг. Чем интересен момент? Дело в том, что в истории сужения капиталов кредитор мог становиться и сам заемщиком. А наличных денег могло не быть, и он мог рассчитывать, рассчитываться со своим кредитором долгами, которые есть перед ним. И это очень удобно. Он мог передать вот эту часть монеты, и говорить, что вот эта монета стоит, грубо говоря, тысячу, две, три или пятьсот рублей. Соответственно, долг переходил к новому кредитору, и этот кредитор приходил к заемщику, и говорил, что ты деньги должен мне, и как доказательство представлял вот эту часть монеты. Вот такое необычное село. Неудивительно, что на этой земле рождались великие люди, о которых мы обязательно расскажем в нашем цикле исторических программ. На этом наше сегодняшнее путешествие подходит к концу, но что-то мне подсказывает, в Выживской мы вернемся еще не раз. Я напоминаю, с вами была программа «О чем молчит время», и я ее ведущая Ирина Ковалева. До новых удивительных встреч! Редактор субтитров А.Семкин